Да, только что сказал, что раньше кистей-то сложно было, там кисти вязы были, а у кого-то и не было там, в росписи в Уральской, там вообще, и до сих пор пальцами подмалевки делаю. Ну, это вчера у меня были, я показывал, как вот на дощечках, на таких, это как имитация фона подноса, просто такой вот. Лаком. Да это обычная, три в одном краска, там даже лака нет, просто три в одном красочка, вот это у нас будет как палитра. Конечно, по идее палитра и фон должны быть одного цвета, желательно. Вот, обычно жёстовцы там, ну, разные виды подносов есть, есть жёстовский поднос, есть нижне-тагильский. Вот пишут, они беличьими кисточками, и они разные, вот там, например, это с самой фабрики старые, старые кисти, ещё советского, по-моему, периода. Вот даже такие длинненькие есть, это кисти для привязки, то есть они ими, ну, они такие длинные-длинные, ими как травки делают. Ну, вот здесь вот на подносах, которые висят, здесь вот эти травки, привязочками они ещё называются, они видны. Вот такие длинные кисти используются, ими только вот для этого. Ну, здесь это как бы разные они есть. Но сейчас народ, он и такими беличьими, беличьи дорогие кисти, и оказалось, что вполне можно синтетикой, например, довольно дешёвой, пинексовской синтетикой работать. Вот, она должна быть, кисточка плоская, полукруглая, вот таким вот, с таким краем, и ей очень удобно расписывать. Поверхность, ну, это как бы имитация поверхности подноса, ну, такая она, я её прошкурил чуть-чуть этим лезвием. Ну, да, не царапки такие, но вот они сначала маслом промасливаются, чтобы кисточка, она легко двигалась по поверхности, ну, чуть-чуть маслом, чтобы оно так едва-едва просто смочить. Если будет слишком много, то краска будет расползаться, если слишком мало, то мазок не будет вписываться. То есть вот такая. Ну, вот когда я начинал учиться, у нас сначала красок вообще в магазинах особо не было, и в магазине была краска, только вот краплак, вот такая вот краска. краска красный прочный до обычный самый простой краплак но она хорошая то что магазине она всегда была эта краска белила это все масляные краски белила титановые цинковыми тоже пишут но редко вот например достаточно даже две краски для того чтобы на светленькая и темненькая например побольше такую темненькую брать прочную так вот она лессировочная для тренировки ну просто вот кадмий красный чуть-чуть более прозрачный будет а здесь вот именно не прозрачно издается белилами ну вот у нас там например москве краски размешивают мастихин ну как как обычно в живописи вот в жестово шпателем просто линейкой берут и размешивают там в принципе краска и и вот так вот сразу не работать нельзя ее надо взбить не надо подготовить вот например одна краска самая жидкая краска это будет краска для бликовки так называемый то есть если посмотреть да вот это вот самые самые светлые мазочки называется обликовка ну как блики да вот мы это взбиваем вот так вот я больше мастихин кстати вот удобнее наверное мастихин вот этот рыбка мастихин у него полукруглый край и когда смешиваешь мешая что краска расползается если край попрямее то можно удобнее вот так вот собирать и в кучку снова складывать такой обычную капельку мастихинчик пожалуй отлично хорошо ну вот снимаешь да вот поменяли мастихин чтобы понял плоская была сторона и он красочку лучше собирает вот прям вот видно что он прям все ее собирает вот отсюда не надо такой кучкой и вот выложить раз кучечка есть следующий слой следующая краска средняя средний тон да вот какой-то живописи учу в принципе технология подносов она точно такая же как технологии масляной живописи только здесь все очень регламентирована точно вот то есть средний тон вот он такой например средненький такой делаем средний тон или для прописки прокладка еще называют прописка этап живописи когда вы цвета наносите вот он например вот такой то есть это основная базовая краска есть краска которая вот она вообще довольно сухо то есть вообще можно туда не добавлять то есть краски то есть уже без дополнительного масла да то есть прям вот сухо сухенько размешиваем почему обязательно надо разбивать краску потому что масло в краске в тюбике она неравномерно располагается где-то сгусток масла где-то сгусток краски а когда если вы просто вот такой краской будете пользоваться у вас мазок будет весь кривой из-за того что там где-то прозрачный где-то непрозрачный вот ну и стараемся вот собирать вот такой кучкой такой кучка компакт компактненько то что из нее очень удобно брать ну вот подставочки кстати хорошее дело жестовцы они пишут большие подносы и поэтому они чаще всего пишут на коленках подносы но вот в москве подносы небольшие маленькие вот это на при жестовке подносы они небольшие вот это поднос вячеслава лебедева главный художник фабрики кстати сейчас это тоже вот один из лучших художников был вячеслав литков ну вот смотрите значит я подготовил здесь фон закрасил вернее его промаслил вот так вот и все начинается замалевка в живописи называется подмалевок в подносах называется замалевок или замалевка иногда говорят такой более устаревшие ну да 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 вот сейчас я покажу там например в нижнем тагиле вот так вот сейчас это белая попал у меня краска туда немножко стираем я конечно меня все руки пачкаются вот уже остаться все аккуратненько тряпочка хлопчатая бумажная лежит они краску не вот я иногда пальцами это формирую кисть они там он был так вот раз аккуратненько вы не терли все чистенько кратко я до этого мне до этого здесь тяжело достичь вот ну можно и пальцем по танец кида по танец ки можно пальцем кстати удобно довольно есть несколько видов техники росписи есть техника как живопись например вот есть многослойное письмо вот туда знает а есть аллоприма техника который за один слой делается то есть можно цветок за один слой написать по сырому лаплика аллоприма называют ну и там кто-то говорит оля прима ну это неправильно что термин итальянский аллоприма вот вот такой замалевочек кстати пальцем толщина вот она должна быть минимальная то есть каждый нижний слой он как бы тоньше и суше должен быть потому что если вы сделаете нижний слой жидкий то на него верхний сухой не ляжет но это как и в живописи тоже на то есть вот это вот но здесь это живописи то мы можем кистью кистью помазать как-то вписать это один в другой там не так принципиально здесь так и все очень тонко чуть ошибся и уже что-то начинает не получаться вот все строится на технике мазка вот кисточка набирается вот такими движениями делается такое углубление в этой то есть неправильно из кучки краски наберем а мы кисточку надо по идее вытереть надо туда забраться углубиться вот туда вот в этот край туда и мы как бы вот такими движениями с одной и с другой стороны набираем ну где-то вот половинку кисти может даже иногда меньше не надо полностью ее вот пачкать и мазочек он делается вот он начинается немножко отступив от края и как бы вписывается вот туда и делается до мазочки делаются на себя ну как бы жестко сказать что все мазки надо делать на себя но иногда можно и в сторону делать у кого техника уже хорошая можно и stairs ну да от себя от себя не надо себя неудобные делать мазки и вот формируется это центральная как бы вот эта техника раскладка так и так называемо она присутствует вот в цветочках вот в нижних лепестках вот здесь вот она ну вот она немножко как бы вот здесь вот она присутствует вот тут и чашечки цветка она делается так лепесток создается из нескольких мазков и надо их делать не подряд как бы а вот чтобы ритмика была лепестка красиво чтобы вот это очертание она не было как вот одинаковые рюшечки такие один можно один наслаивается сюда можно там второй раз чтобы он плавненько туда вошел вот он уже да он уже такой немножко симметричный этот может там еще выше или еще ниже быть может покороче может сюда начать его но вы уже сами выбираете например я хочу вот вот здесь а вот туда уписывает и мазочек он как бы мягко-мягко вписывается вот получается как бы формы лепестка его уже сами это от вас уже зависит как вы эти мазочки начнете располагать и как они вот красиво должны лечь следующие мазочки вот это уже надо постараться эти можочки прямые делаются они прямо делаются а дальше мазочек он начинается вот здесь и как бы он делается туда хвостиком таким да как бы вот кисточка не прямо двигается она чуть-чуть на бочочек вот так вот поворачивается с одной стороны мазочек с другой ну тоже вот на смотри чтобы они ну желательно чуть-чуть разные были один например вот так а другой например можно сделать вот так понимаете да один с с образным движением а другой с таким может они чуть-чуть должны отличаться или один там повыше чуть-чуть вот так вот может быть другой пониже тоже будет красиво новую краску не набираем и остатками краски но делают как можно два маска можно три можно один еще здесь добавить если один то вы берете прямой мазок и уже как бы нажимаете в другую сторону вот так вот раз то есть вы кисть крутите вот в эту сторону вот так закрываем да вот это как один вариант но можно делать и не так вот с этой стороны тоже можно закрыть а можно сделать предположим вот так мазок и вот так мазок то есть получается видите немножко они разные динамика красиво получается вот это нижняя нижняя сторонка теперь дальше идут это вот передние лепесточки мы всегда с нижних начинаем до рисовать ну мы всегда до снижних начинаем с большим замалевка из нижних дальше у нас уже мы смотрим какой цветок у нас например если у нас мак предположим то у него вот такие вот там ну как тюльпан там мак например у него какие-то большие можно меньше можно такую чашечку сделать хотите могу розочку пока ну там не розочка ну какой то сейчас я покажу просто самый простой жесткий цветок самый простой до пятилистник ладно это мы к нему потом вернемся он принципе так что и вот здесь вот вся еще суть ну да я как бы кисточку зачем-то набрал еще этот цвет и мне немножко более темного набрать но если вы делаете подряд вот эти мазки то они с каждым разом темнее 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 становится и цветочек он как бы разворачивается в пространстве вот эта дальняя часть она становится в глубине то есть техника ну даже человек там не понимающий логике построение объема он вот просто логику вот мазка повторяет и у него уже получается красиво и объемно вот это вот в общем-то суть народного искусства что любой в принципе может этому научиться здесь все все построено на технике и вот вы один мазочек с хвостиком делаете не например там один прямой один закрывающий вот еще один лепесток но можно и по четыре можно по два вот как хотите вот вы уже смотрите вот у вас оставшиеся места вам сюда надо распределить скажем еще три лепестка значит какой у нас вот ну вот если вот этот будет огромный вот этот маленький быть некрасиво но обычно вот это делается чуть побольше ну три лепестка еще вот этот пошире вот я туда вот его вписываю вот я вот видите уже могу больше мазков сделать мне сколько там получилось не знаю но я всегда делаю мазки я смотрю с какого что что такое видно что нибудь отсвечивает видно хорошо ой так это я уже здесь бросил и вот в принципе вот я смотрю мне не очень нравится этот лепесток вот этот как бы более-менее не нравится его ритмика я вы хочется его немного вот здесь может приподнять слегка можно в принципе туда вот внедриться еще раз главное вы как бы начинаете от начала то есть если вы середину начнете видите что творится вот нет но можно и так тоже если это нужно вот нам формируется с края формируется с края лепесточек в принципе жестаться они прям сразу тик 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 делают сейчас я показал какие варианты могут ну вот этот вот раз сюда да и видите как я оставляю промежуточек так красиво если листочки слипаются они хуже смотрятся и вот проблемное место вот это обычно здесь надо вот так вот перевернуть я все время вот так вот кручу вот такую же дырение огромную не останье не оставишь надо подумать откуда мазок отсюда начать отсюда отсюда мне кажется вот откуда нибудь отсюда и вот мы его как бы раз и завершаем это к предыдущему лепестку такой отщепениц ну какой-то отщепениц да такой маленький он такой ну смотрю в принципе норм да такой можно можно и по-другому было бы сделать норм хорошо то есть он уже вот эта техника она сразу позволяет делать его в развороте цветок как бы в объеме все равно 1 они светлее чем дальний этот принцип он присутствует везде дальше мы делаем вот у цветочков есть как бы чашечка вот эта вот часть вот эта часть надо как бы классическая такая вот форма чашечка и мы начинаем дальше писать от чашечки здесь мазочек немного другой ну можно разровнять слегка если он был неровный это я показываю технику аллоприма по сырому журствуется обычно как пишут они пишут как масляная живопись вот они делают замалевок они например серединку размазывает без мазочков ну так прямо размазывают а потом во втором слое лессируют тенежку делают и прописывают но если в один слой делает то здесь тоже надо научиться есть кисть набирается вот на всю сторону вот так вот до полная кисть есть на пол кисти набирает на пол кисти это когда вы вот такую луночку делаете но нет не так из нее набирает а вы как бы ее откуда-нибудь сбоку припеку вот отсюда да вот у меня здесь убилился по праву другой цвет да вот так и вот если посмотреть на кисть то она с одной стороны видите набрано другой стороны вот если несколько раз вы так сделали это надо хоп и плавненько переходит и вы делаете на этом этапе вы делаете чашечку и думаете откуда у вас там будет например освещение скажем я могу сделать здесь светлее могу сделать здесь верхняя на например ну хочу сделать вот здесь слева да и видя мазочки они как бы все мир очки они по сути идут он где-то вот в эту точку как будет сюда вот в серединку цирка не эти мазочки надо не перекрыть чашечки потому что не кабы под чашечку уходит ну вот видно это чашечка и она не должна быть маленькой круга зенькой ее можно сделать чуть подлиннее даже одним движением вот можно ее вот так вот сделать в принципе можно ее поярче почему она получилась темная потому что цвет замалевка смешался да можно вот так вот можно так сделать можно длинненькую можно полукругленькую ну вот у меня вот немножко освещение суда съехала нормально что же может после вот этого этапа после вот этого этапа в принципе вот эти полосочки которые появляются их можно немножко расфлицевать есть еще такая техника флицовку до расфлицевать до слова флейт флейт это плоская широкая кисть как бы разглаживать да вот прям вот не нажимая прямо ответьте вот эти вот мешаться будут их можно вот так вот сделать можно вдоль так чуть-чуть под углом их можно сделать здесь ничего страшного вот и дальше идет прописка или прокладка опять же но центральной вот этой части над чашечкой вот эта чашечка вот этот полукисть это как бы рефлекс снизу как бы круглая форма она снизу подсвечивается а мазочки которые мы сюда кладем они не касаются вот это они немножко вверху зависают вот они вот так вот понимаете да на расстоянии и как бы рефлекс получается тень и свет сразу логика вот этого объема вот здесь то она выстраивается видно а там уже в цифре видно это чашечка ну вот они и записывают но они где-то я где-то она видна ну здесь вот не видно здесь но иногда вы делают как бы там чуть-чуть рефлексик посветлее ну вот где-то здесь может быть немного видно вот но это вот тоже как бы такой прием и чашечка она может вот у нас например москве была тоже фабрика художественная гравюра там писали лаприма в основном ну то есть были там за один присест просто делали и сразу вот это сделано за несколько слоев а раньше делали и за и снова например когда если маки хотели рисовать то делали вот эту раскладочку московую вот так как бы вдоль а если хотели пионы рисовать но делали московую раскладочку вот вот туда заводили вверх так вот поворачивали вот это получился до какой-то бил на который ветер вот так подумал так обычно не делалось либо вот так делалось либо так это я уже вам показываю вот такой эксперимент но мне нравятся эксперименты после этого этапа делается тенежка тенежка делается ну как тени дамы в принципе в живописи в живописи все то же самое мы сначала средним тоном делаем потом темным а потом светлым здесь тоже самое например я смотрю лепесточки вроде ушли туда в глубину но их надо еще туда глубже сделать и я просто начинаю с темной красочкой здесь вот их как бы тенить а можно было сразу более темно взять но они ну да как вот тенежка она дает еще вот элементом как бы объем достроиться я ее видишь не начинаю ее с краю я немножко отступаю от края и как бы там как будто рефлекс еще не появляется не от центра да и не до центра да то есть ну вот я могу их там например где-нибудь какие-то неровности на лепесток на лепесточках да вот туда вот сделать и она вот получается как бы туда вот уходит можно краешки вот здесь вот сделать немного но это уже краски у меня не было суховато посмотрите я в первую краску масло не добавил и она сухая если краска сухая и вы пытаетесь по нижнему слою провести сырой то у вас он видите сдирает слой надо чтобы краска была либо вот она такая чуть ее погуще и вот еще момент краска сдираться начинает когда вы кистью ведете а здесь надо делать удар то есть вот сама сама техника над ударная такая то есть вот как только вы начинаете вести видите она сдирается а если вы делаете удар то она ставится ведь разница было виду продирается удар ставится всего-навсего как бы разница такая вот это у нас экспериментальный цветок поэтому работа идет ударами если я хочу здесь подтяните вот здесь подпытался от себя от себя не очень переворачивается и можно можно вот здесь вот там тенюшечку с таким же темным вот так вот остатками краски видеть чуть-чуть он туда объемность у него ушла это подготовочка после вот этого у нас идет бликовка бликовка делается более жидкой краской потому что здесь уже слой толстый ну опять же как живописи чистыми белилами да уже 100 например часто чистыми белилами делают но в итоге когда поднос лаком покрывается он желтит немного и поэтому то что там художник чистыми белилами сделал в итоге уже немножко как цвет при приобретаем потом надо учитывать что белила они как бы вот я делаю мазочек у блик да вот где он будет у меня блик вот логика какая вот эта тень вот это по это уже там полутень освещение а где-то вот здесь у должен быть блик и блик он тоже не ставится мазком он ставится ударом 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 понимаете вот так если я буду ввести его то он будет продирать нижний слой и вот этот самый ближний лепесток он самый активный а здесь уже остатками тебя даже краску не набираю она нам видите смешалось немножко он видно но здесь чуть-чуть она смешалась я остатками краски могу вот так вот доделать могу здесь да он уже как бы здесь я же не могу таким белым некрасиво от это туда туда остаточки уходит вот так ну даже лишнего я по моему сейчас сделал но вот этот цветок он опять вот лепесток он опять на освещение и опять мы его берем и набираем на кисть и вот я смотрю где это блик проходит вот если я здесь начну некрасиво будет да то есть логика вот этого освещения ну где-то вот тут например опять же чтобы она была самая активная вот здесь на переднем плане вот уже с бликовкой он такой получается на дальних не надо на дальних обычно не делать что если сделать на дальних освещения то они вылезут на передний план и он потеряет вот объем пространство здесь можно как же вот эти черт и дальние лепесточки вот эти какие вот она эта чашечка здесь понимаешь что чашечка вот здесь вот они еще прям светлые они не про обликованы вот проблему вот вот прям полосочка такая я не светлые вот это это сделано в прописке до обликовка она это прописка вот это голубовая да это тень а это прописка обликовка вот она она туда не залезает она сюда не залезает вот она все здесь концентрируется но это логика жестовского подноса то есть на самом деле они немножко сидят как бы вот на одном месте можно например взять общему обязательно здесь освещение ведь освещение может и туда попадать да то есть можно поэкспериментировать но если но никто не эксперимент может на контроле можно все что угодно делать но никто не экспериментирует потому что как тебя научил мастер вот он тебе сказал что надо делать такие мазки это будет красиво и ты делаешь и всю жизнь делаешь эти маски даже не задумываешься что можно например взять и куда-то перенести в другой ну да потому что сделаешь например даже если ты в этом контексте сделаешь вот тут бликовку то уже будет плохо то есть каждую цветок такой плоский например и будут правы то есть чтобы например работать с объемом уже нужно художественное образование это было рассчитано на людей которые вот придут просто вот они деревне сидят они нигде не учились художественного образования им просто объяснили здесь такой мазок ставишь здесь такой мазок ставь все получается все хорошо и красиво ну и здесь тоже вот опять же вот эта серединочка раз видите как у меня краска плохо сюда ложится такая она продирается здесь лучше а здесь даже я ударчиком все равно она меня обрывается резко это потому происходит что вот в этом месте вот в этом месте самый толстый слой масла потому что у меня здесь толстый слой подмалевка замалевка толстый слой прописки и мне надо по-хорошему взять и вот это дело немножко расфлицевать опять разогнать можно более жидкий белил взять но они все равно вот видишь какой слой прям толстая как лопаты его снимаю вот в принципе можно либо два способа либо расфлицевать вот так тогда мазочки потеряются но мазочки внутри вот эта вот часть мазка она не нужна нужно так вот это вот очертание внешне потому что в этом месте все равно будет мазок бликовкой сделан вот поэтому я беру и здесь вот ну немножко тоже вот он видимо по рельефу там шо рваненько слегка ну вот как-то так но опять же я говорю что жестовцы они не пишут цветок сразу вот так они пишут его вот бликовку они делают уже по сухому они снова промасливают да и вот это самый простецкий вот такой цветочек получается потом серединка до серединка она делается разными способами кто как придумывает часто берут просто вот той же самой кистью тычком другим цветом там желтеньким так вот просто делаю тут типа ну вот они вот здесь сюда просто иногда берут ну например там с какой стороны больше освещения ну скажем здесь прямо нас еще ну где-то вот здесь вот можно чуть посветлее делать потому чтобы объем как бы внутри тоже был кто-то делает вот такими там ты чечечками вот такие можно сделать можно у нас была вот кисть когда когда он белещая кисть вот она такая она приходит в негодность и и просто вот так вот обрезали и делали из нее тычок кисть тычок и вот так вот так вот . мы вот так вот здесь вот тычком сделали просто такая как бы мелкая мелкая рябь это вот просто обрезанная кистью вот так вот делается вот ну есть еще такая тема как привязка да вот то что я рассказал для привязки в принципе берется кисть вот такая ну она еще не расписанность свеженькая белящие кисти надо еще раз немножко расписывать у них там волосики вот если посмотреть какие-то торчат до их вырвать можно но их можно вырвать но это очень аккуратно то есть лишнее лишние оторвешь соедините 1 мы делали как мы делали можно наждачечку да сделать можно вот прямо взять вот этот вот но только как бы аккуратненькость очень длинный волосочек вот его где-то на половину просто взять и вот так мастихином а мастихины острые ну прям срезаешь его и что волосочек вы если если он один торчит у кого как здесь то ничего страшного ну вот я его обрезал просто наполовину я даже не полностью обрезал но все равно его надо надо расписывать вот эта кисть то есть она еще сейчас может мазать несколько подносов припишется когда привязку вот она часто делается с очень большой скоростью и она делается ну как бы вот такой грубый такой какой-то так вот нажимают ее а ее же можно делать по-разному ее можно делать например не такой такой колбасой не можно делать там например делаешь об этом нажим сейчас не получилось типа нажимчик вот как бы листочек он как бы с углубление а когда ты быстро делаешь что такого не получится когда быстро то она получается просто вот ну вот такая да а если ты ее делаешь с умом вот так вот раз нажимаешь и это то она может прямо такой красивой формы получиться ну каждый мастер он вот это видно просто там быстро пищу 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 вот у него таких вот там мазочках нету здесь тоже бы словами как бы вообще привязка она имеет значение вот если ее убрать то как бы теряется малый компонент подносим важный очень-то всем как бы очень крупная становится такой массивная и так слишком крупная вот а вот эти вот привязочки и чертежечка вот еще чертежки они да там кто-то жестово боишься это как поплавки это как на ну да там исследователи а вот лепесточки чтобы более живые были их вот здесь вот видно их как бы делают с чертежечкой с такой с тоненькой тоненькие веточки краешки загибают им да это можно делать кистью просто плоской стороной а можно делать вот прямо берете вот сюда вот например вот здесь вот он загнулся да это для себя ввести не надо вот так вот все обводить не красиво да вы тоже начинаете тоненько вот положу тоник а потом нажимаете там и вот она как ну ты меня группа получилось сейчас вот я потому что медленно показываю вот здесь вот вот так вот много краски но тоже на передних вот они загибчики вот такие лепесточка то есть но их можно прямо тоненько делать тоже сейчас они такими вот этот грубый получился а здесь на задней стороне них обычно не делают чтобы они не вылезали если их сделать слишком светлыми а там-то контуры на цветы где может быть да можно вот можно прямо тоненько вот там какие-то такие тонюсенькие сделать вот такие но это надо меру знать вот этим вот как бы обводишь лепесточек он уже приобретает какой-то вот такой вот дизайн этот чертеж чертежка называется вот ну вот то что я показал это оля примала прямо техника листик на держать вот как делается листик листик делается ну тоже ой да мы начинаем с темно мы начинаем вот замалевка для листика ну во первых там смотрят откуда он будет там расти предположим отсюда откуда не знаю отсюда можно вот отсюда сделают там смотришь в разные стороны их делаешь да как бы из-под цветка это что сейчас это замалевок сначала это замалевок для листика он делается как можно суше как можно тоньше вот так вот и вот в этот мазочек в него как как расписывается разными совершенно способами можно например самый простой это вот вы как бы вот эту технику туда вот вписываете потом немножко вот так его как бы остатками краски он уже как видите мне с одной стороны вот здесь вот там другие лист очах можно прямо остатками краски это не туда а с другой стороны с другой стороны переворачиваете вот так вот можете остатками краски сделать можете новую супер мpants что бы тем не было да ну да например он шел туда в утюрах чинешку можно у туда сделать это самый простой вот как бы такой способ вот она здесь надо тоже смотреть на его обрез чтобы он был просто такой изящный силуэте да и вот вот этот например туда то есть я могу сделать но мо Hosp можно сделать и не только вот туда мазок можно делать в я туда можно моiro сделать и вот так молодых можно здесь мистики можно вот так как можно мазок сделать. Вот так вот, например. То есть можно по-разному. Да, можно комбинировать. То есть есть несколько наборов вот этих приемов, которые художники используют. Вот один набор, вот он такой. Одна сторона может такая быть, другая сякая. Можно, например, делать не в эту сторону, а вот в эту. Ну, тоже кто как изощряется. Можно, например, взять вот так вот сделать. Вот так вот, предположим. Вот так, понимаете, да? Ну, то есть вот все изощряются уже как хотят. Вот. Можно переделать. Кому какие листочки, в общем, нужны, тот он такие, в принципе, и делать. Можно добавить здесь вот так. Здесь можно вот так, наоборот, делать. Ну, да. Вот они, видите, немножко у них разные структуры, разные силуэты. Но они не обязательно такие, там, бывает, там, из нескольких частей состоят. Ну, тоже делайте несколько, вот такая, вот как здесь, из двух частей, да? Там, из трех обычно, например, состоит. Вот такие спаренные листочки. Вот можно вот эти три подмалевка красненьких, там, или каких-то там еще, как бы, тень сформировать, и потом все это написать как единый, например. Вот сейчас вот я возьму. Ну, это два разных. А их можно взять и объединить, там, ну, здесь вот еще один хвосточек. Одной розовой веткой? Ну, не знаю, я сейчас поэкспериментирую. Вот, чего там, как. Ну, можно вот здесь, например, можно вот так. Вот это можно немножко расследовать. Ну, какой-то кривой он такой. Вот здесь вот надо, конечно, соединить красиво туда, чтобы он... А, это типа как кленовый листик? Ну, какой-то скрёвый, да. Ну, какой-то вот он как... Ну, вот здесь он... Так как он изначально не был задуман, как вот смородина, там, или что-то еще вот такое, то есть он получился немножко такой асимметричный. Ну, и пускай будет такой. Тря поела. Ну, да, ну, может же. Кривоват, конечно. Ну, ладно. То есть можно сверху проходиться еще, в принципе, и добиваться нужной формы уже вот так, таким образом. А дальше уже все идет, в принципе, то же самое. Тенежка. Можно делать... Самый упрощенный вариант, это если вы прямо вот по вот этой прописке прямо сразу там бликовку сделаете. Ну, как же тенежку. Можно и тенежку. Можно тенежку попозже сделать, кстати. Можно бликовку, вот, например, вот так вот сделали, да? Причем можно и вот с этой стороны делать, а можно делать изнутри. То есть кто уже как... То есть, например, здесь отсюда блик, а здесь вот... Вот отсюда блик, может быть, да? Может быть такой. А здесь вот отсюда бличочек. Можно изнутри делать мазочки вот так. Вот такая, может быть, техника. Понимаете, да? И вот как бы комбинации из разных вот этих мазочков. Не хватает тенежки? Можно в конце. Как удобно вам. Ну, берете, смотрите, там, какую хотите подтенить. Берете опять чуть-чуть отступаете от краешка. Вот здесь, я смотрю, плоская получилась. Значит, надо тенежку вот сюда выдать. Понятно, да? Если надо, опять беру чертежную кисточку тоненькую и делаю там... Смотри, там в каком-то месте хочется загибчик лепесточка сделать. Здесь, например, раз. Но уже не белым, да? Ну, белым это грубо будет. Да, белый это уже потемнее оттенков. Вот так. Вот видите, тоже опять нажимаешь, и вот она какая-нибудь такая прикольненькая такая получается. Внутри эти чертилки делаем. Чертилки, да, чертежки делаем. Внутри хребет этот, веточки, можно тоненько раз. И пошел вот здесь вот туда можно сделать. Туда можно сделать скелетик, да, вот этот вот сюда можно сделать. Вот здесь этому основанию завернуть его можно. И вот он такой, вроде как, будто и такой объемный ключ. Вот здесь вот можно, например. Вот так вот. Вот, ну, в принципе, вот я смотрю, здесь, например, бликовки не хватает. Да, клубки. Да, да, какой-то плоский. Ну, значит, могу его подправить. Ну, это я вот как бы на ходу с вами экспериментирую. Могу вот так вот здесь сделать, там, пообъемнее. Ну, пускай будет он такой мятенький такой. Непонятно, что за листик. Ну, вот, в принципе, вот такая вот система. Ну, вот, вот это то, что я показал. Это техника а-ля прима, а-ля прима. Мяу. Вот, самая-самая простецкая такая. Мы, когда учились, нам первое, что мы пришли, нам вот эту розовую краску сказали размешать. И говорили делать, вот она, техника раскладка, так называемая. Центральный мозог, так, так, так. Потом этот мозог туда, 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 туда. Все, переворачиваем кисть. Сюда, 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 сюда. Вот так вот. И вот такая вот раскладочка. Должна быть аккуратненькая. И вот мы тренировались там, ну, где-то месяц, предположим, пока у нас стала она получаться. Но вот такая раскладка, например, да, вот этот хвостик, он не получится у вас, если кисть у вас неподготовленная. Да, мне учитель говорит, что 70% зависит от кисти. То есть, плохой кистью вы не сможете вот этот хвостик тянуть, например, красиво. У вас этот цветочек будет грубой получаться. То есть, все зависит еще вот от кисти, от того, какую краску размешали. То есть, мне на самом деле вот роспись подносов, она помогла потом очень сильно в масляной живописи. Потому что вся технология здесь настолько, она отработана, вот, что у масляной живописи уже не возникает вопросов, что, зачем. Уже в голове вот эта структура есть, и ты берешь, и делаешь. Так что полезно, на самом деле, не только живописью заниматься, а и тем, и другим, и третьим. Думай, есть чем заняться теперь. Ну, вот такой вот мастер-классик. В месяц будем лепесточки рисовать. Нет, ну, сейчас вот я смотрю, ко мне вчера приходили мама с дочкой. А есть посмотреть? Да, и вот они... Нет, покажи нам, сюда. Вот, вот эта девочка пятый класс, это первый раз она в руки кисть взяла. Я здесь ни одного мазка... Может быть, вот этот, нет, вот этот один мазочек какой-то я ей просто показал. А все остальные, это она вот, ну, она толковая девчонка. Вот, и вот мама ее делала. Причем она делала такой, так себе кистью плохой. Ну, то есть, неразработанная кисть. А вот это вот мама ее сделала. Это вот за один раз мы успели. Ну, сидели долго там, наверное, часа четыре, наверное, сидели. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok